Привет танкисты! Продолжаем обозревать новинки патча 2.5, а конкретно колесники, такие как Ротель. Нам доступны для исследования три машины. Это Ротель 90, Ротель 20 и ЗТ-3А. По подвижности. Максимальная скорость тут аж целых 106 км в час. Машина явно не для гонок. С горки по асфальту мы набираем 106 км. Примерно за 25 секунд. Если же ехать обратно в гору, то выше 40 км разогнаться вряд ли получится. По пересеченной местности подвижность очень плохая, нас обгонит даже легкий танк. Скорость понятна, а что там по живучести? Халбрейк отсутствует, но присутствуют непонятные рикошеты по нам. Далее предлагаю углубиться в геймблей каждой машины, от худшей к лучшей. Я долго думал, что жизнь не хуже. С одной стороны мы имеем не до БМП-2, а с другой стороны Птуровозку. Но все же пришел к выводу, что худшей тут является Ротель 20. Из вооружения у нас занерфленная 20 и Птур 1 Милан. Не путать с Вариором. Там второй. Птур это единственный плюс этой машины, а точнее их количество. 7 штук, которые управляют с мышки. А вот минусов тут хоть отбавляй. Ужасный урон на Птурах, ужасная подвижность, огромный силуэт, занерфленная 20 мм лента. Она тут от флекс машинки. И это все БР-7-3. Для тех, кто в танке. БР-7-3 это БР, где максимально неприятные противники для Птуров. Игры, различные САУ типа Фердинанд, итальянские колесники и все это в перемешку с танками БР-8-3. То есть 55АМ, Т-62, ну и так далее. Это все, что вы должны знать об этой машине перед тем, как на ней играть. В описании будет видео с полным боем на ней, поэтому вы можете просто наглядно оценить, как оно играется. Но там бой хороший, поэтому таких боев у вас будет очень мало. Переходим ко второй машине. ЗТ-3А. Это Птуроводка на базе Ротеля. Имеет три Птура, которые можно откинуть друг за другом. Но не путайте, на Свинфаере пускается подряд залп. Здесь же, после того, как первый Птур попадает в цель, можно пустить второй. Собственно поэтому я и не выбрал ее как худшую машину из трех. Если урон не прошел, то можно закрепить результат вторым, а то и третьим. Доступно два Птура, на 650 и на 800. Первый стоковый, со скоростью 240 метров в секунду. А второй прокачиваемый, с большим уродом, но меньше скоростью, уже в 220 метров в секунду. Всего доступно 12 Птуров, 4 по 3. И 7-62 пулемет, которым иногда можно сбивать кусты. Увы она у нас минус 5, но из-за того, что машина высокая, ощущается не так, как на советских танках. За счет высоты можно вставать за контейнер на морском терминале и штурмить шмульки на экспериментальном танке. Хотел бы уточнить один момент. На ходу эти машины Птуры не пускают, но у данной Птуровозки есть стаб. Но нет боевой скорости. Почему так? Может быть это баг или фича? Может быть стаба тут вообще не было? Если вы конкретно знаете, то напишите свое мнение в комментарии по этому поводу. Ну все, пострадали и хватит. Пора переходить к самому вкусному. Вратель 90. Боевой рейтинг 6-7. Как контрмер АОБЛ-74. Если ждать его у себя на респауне, конечно. А если по существу, то база у нас та же. А значит подвижности не хватает. Благо есть 90-мм пушка с кумулятивом на 320 и живучесть. Благодаря этому и читам можно спокойно нафармить ядерку и испепелить все лаборатории первого райсмахта. Приятная машина, если конечно сравнить ее с предыдущими, но урон как всегда рандомный. Вот бы сюда каморничек от першинга. Ну да ладно. Вывод какой? Техника визуально выглядит внушающе. Думаешь, ну все, болит. А на деле этим колесикам нужен хороший пендаль, чтобы они поехали. Но благо нет хб и мы можем спокойно принимать в борт без урона. Спасибо друзья за просмотр. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и оставьте ваше мнение на эту технику. Следующее видео скорее всего будет на последние 4 машины. Заходите в наш дискорд, чтобы не пропускать стримы и видео. Вся инфа и анонсы там. Ну а с вами был Укус. Берегите себя и своих танкистов.